Привет, друзья! За первые два десятилетия 21-го столетия, благодаря использованию новых технологий, инженерная мысль шагнула далеко вперед. И хотя время полностью автоматического строительства еще не наступило, энтузиасты и изобретатели работают над тем, чтобы всю тяжелую и монотонную работу за людей выполняли машины. В этом видео мы покажем вам самые удивительные новинки специальной техники, которые наверняка вызовут у вас удивление. Поэтому усаживайтесь поудобнее и поехали! Робот AutoAgri для перевозки больших грузов Норвежская компания AutoAgri выпустила на рынок первого автономного робота для перевозки больших грузов. Он предназначен как для эксплуатации в сельском хозяйстве, так и для работы в жилищно-коммунальной сфере. Автономный робот способен перевозить грузы весом до двух тонн. Компания обещает, что внедрение техники снизит стоимость перевозок примерно на 60%, а благодаря продвинутой системе датчиков робот будет готов к работе в любое время суток. В первую очередь эта машина ориентирована на сельскохозяйственный рынок, например, для перевозки семян, удобрений, пестицидов и прочего. Кроме того, он совместим с различным навесным оборудованием. Машина выпускается в двух видах – с гибридной и полностью электрической трансмиссией, ведь в дополнение к батарее можно будет заказать дизельный двигатель на 60 лошадиных сил. При этом все версии роботов оборудованы литиевыми батареями. Биг Фло от Е-15 Финская компания Рэму производит полностью плавающую понтонную платформу экскаватора, которая заменяет его стандартную ходовую часть. Платформа может быть установлена практически на любой стандартный экскаватор, при этом нет необходимости вносить какие-либо изменения в верхнюю тележку. Ведь переоборудовать такую стандартную машину в экскаватор-амфибию можно у заказчика или на заводе Рэму. При этом все функции машины и рабочий радиус остаются неизменными. Заболоченные участки, болота и берега озер – это места, где плавающие экскаваторы являются наиболее эффективными рабочими машинами, вне зависимости от сезона. Снаряженная масса такой техники равняется 24 тонны, а работать она может в сочетании с дополнительными понтонами на глубине около 5 метров. При этом понтонные части выполнены из специальной стали Hardox, которая известна своей особой стойкостью к износу и в 3-4 раза прочнее обычной стали. Минимальная ширина готового к работе экскаватора составляет около 3 метров, что значительно упрощает его перевозку, а все органы управления остаются такими же, как и у обычного экскаватора. Green Climber LV600 Это дистанционно управляемая машина с мульчером, основное преимущество которой в том, что ее можно использовать без оператора на борту. А благодаря выдвижному шасси, она с легкостью работает на крутых склонах до 60 градусов вверх, вниз и по диагонали. Green Climber LV600 предназначена для ухода за зелеными насаждениями вблизи дорог, особенно в труднодоступных местах, куда люди обычно не могут добраться. А зимой ее можно переделать в снегоуборщик, ведь у разработчиков есть и роторная насадка, и отвал. Техника оснащена дизельным двигателем на 56 лошадиных сил, а с помощью пульта дистанционного управления можно выполнять все движения машины, включая натяжение ремней, а также дальности работы от человека до 300 метров. Кроме того, косилка оснащена такой функцией, при которой потребуется всего одно нажатие кнопки, и гусеницы машины выдвигаются вбок на целых 40 сантиметров, благодаря чему этой технике не страшны даже самые крутые и неровные участки. Особо функциональным является дисплей, который показывает состояние батареи, текущее количество топлива, обороты двигателя и другие функции на видном месте. КТР-450 А это мощная машина для обслуживания железных дорог, которая с легкостью способна убирать и вставлять шпалы на путях, при этом очень удобна в эксплуатации и не требует особого ухода. Отличительной особенностью этой модели является манипулятор, который способен поднимать груз весом более 10 тонн. Цельносварная трубчатая сталь с усиливающими пластинами обеспечивает прочность и долговечность, при этом не затрудняя обзор оператора громоздкими конструкциями. КТР-450 оснащена полностью закрытой кабиной с эргономичным сидением и системой управления с рядом полезных для этого дела механизмов, таких как манипулятор и кондиционер, отопление и освещение, звуковой сигнал и стеклоочистители, а также огнетушитель. Дверь кабины открывается на платформу, доступную с любой стороны машины, что облегчает посадку и высадку. Двигатель обеспечивает мощность в 110 лошадиных сил, а электронное предупреждение и защитная система отключения мотора повышает безопасность. Стандартная модификация также включает в себя напорные фильтры и индикатор обслуживания этих фильтров, трубки для жидкости из нержавеющей стали и ручное управление блоком клапанов, противоскользящий настил и аварийный насос, а также надежную защелку двери. Камнеуборщик квадроциклу компании Stoneless Сын датского фермера Сёрен Кристенсен, которому надоел ежегодный сбор камней в поле, сконструировал собственную машину для уборки камней. Молодой датчанин вырос на ферме площадью 400 гектар и не был в восторге от утомительной, но обязательной работы, ведь крупные камни постоянно мешают обработке почвы, посеву и сбору урожая. Его сборщик камней представляет собой небольшой прицеп с тандемной осью, которая весит около 400 кг, и крепится к легкому квадроциклу с помощью автомобильной сцепки с шаровой головкой. Дышло поворачивается гидравлически, так что прицеп движется за квадроциклом с левой стороны. Водитель видит камень и процесс погрузки одним взглядом через плечо. Для этого гидравлически опускается своего рода вилка, которая подбирает камни диаметром от 6 до 50 см. Затем эта вилка проворачивается и перемещает поднятый камень в прицеп. Когда тележка наполнена, а это порядка 600 кг камней разного размера, груз сбрасывается на краю поля. Двигатель приводит в действие насос бортовой гидравлики, а загрузочный рычаг управляется с помощью электрического блока управления в передней части квадроцикла. После того, как техника прошла тесты на собственном поле фермера, он внес некоторые конструктивные изменения и в 2019 году основал компанию Снолос для продажи изобретения. Его собиратель камней производится в Дании, где уже продано более тысячи экземпляров. А это чудо техники называется думпер. Это специальная самосвальная машина, которая предназначена для перевозки сыпучих грузов на небольших площадках до 5 км, хотя техника также может перевозить и жидкие грузы, такие как бетон или раствор. В постсоветских странах их принято называть мини-самосвалами или самоходными тележками. Благодаря короткой базе, большим углам поворота колес, а также быстрой разгрузке и в целом компактности, техника имеет огромное преимущество перед самосвалами на строительных площадках. Шасси может быть как колесным, так и гусеничным, а двигатели используют как бензиновые и дизельные, так и электрические. Основной параметр, по которому классифицируют думперы, это грузоподъемность, которая делит технику на 4 вида. Микро-думпер может поднять вес до 500 кг, мини-думпер от 500 до 2000 кг. Миди-думпер поднимает от 2 тонн до 7 тонн и макси-думпер от 7 до 12 тонн. Гидравлический вакуумный ковш HAVB финской компании Dinoset. А это чудо техники представляет собой ковш экскаватора, который преобразует гидравлическую энергию мобильной техники или транспортного средства в вакуум, и может работать как огромный мощный пылесос, так и воздуходувка. Техника предназначена для уборки на участках строительства и демонтажа, а также для выполнения других задач технического обслуживания, таких как очистка обочин дорог, железнодорожных и трамвайных путей, береговых зон, а также сбор листьев на улицах и парках города. Гидравлический вакуумный ковш создает мощное отрицательное давление в минус 8 кПа, а максимальный воздушный поток равняется 3,4 кубометров в секунду. Производителям предусмотрено вспомогательно всасывающее отверстие и вакуумный шланг для проведения работы пешком, а также регулируемый всасывающий шлюз для более точной уборки. Компания дает гарантию на 2 года или на 2000 часов работы. Сельскохозяйственный робот Carbon Robotics с лазерной технологией Компания Carbon Robotics, базирующаяся в Сиэтле в США, представила третье поколение автономного робота-пропольщика, в котором используется комбинация последних достижений в области роботостроения, искусственного интеллекта и лазерных технологий. В отличие от других технологий прополки, этот робот использует мощные лазеры для уничтожения сорняков с помощью тепловой энергии, не нарушая состояние почвы. То есть машина позволяет фермерам вносить меньшее количество гербицидов, сократить трудозатраты на удаление сорняков и тем самым повысить урожайность. Масса техники составляет 4300 кг, при ширине колеи в 2 метра и колесной базе в 280 сантиметров. Машина может работать со скоростью до 8 км в час, обрабатывая от 6 до 8 гектаров в день. Также этот монстр оснащен дизельным двигателем мощностью в 74 л.с. и баком топлива объемом в 300 литров. Конструкция робота предусматривает 8 независимых модулей для борьбы с сорняками, лазеры мощностью в 150 Вт, работающих с точностью до 3 мм, а также бортовой компьютер, 12 камер высокого расширения, предназначенных для отличия сельскохозяйственной культуры от сорняка. Мини-пайлинг-рик Машины серии Jaxx-XD – это самые маленькие гидравлические буровые установки в мире, которые предназначены для работы в очень ограниченном пространстве с небольшой высотой. И на таких рабочих площадках, которые труднодоступны для любой другой стандартной буровой установки. Они ценятся клиентами за впечатляющую производительность по сравнению с их сверхкомпактными размерами, ведь при длине всего в 2,9 м. Эта техника имеет все возможности и характеристики большой буровой установки – вертикальное выравнивание ствола скважины для бурения на склонах, блокировку келли-бара и вспомогательную лебедку. Максимальный диаметр свай равняется 50 см, а глубина – целых 11 метров. Но все же главная фишка такой техники – это инновационная конструкция, которая позволяет переоборудовать ее из сваебойной в буровую и обратно. Производителям предусмотрены быстросъемные соединения гидравлических шлангов и автовыравнивание мачты по вертикали. Новый робот для сбора тюльпанов – H2L Robotics Selector 180 Нидерландская компания H2L Robotics разработала нового робота Selector 180 для отбора тюльпанов и мониторинга болезней. Специализированные камеры делают снимки тюльпанов во время движения и обнаруживают вредоносные вирусы и болезни растений. Машина работает на двух гусеницах, имеет ширину колеи в 180 см и приводится в движение бензиновым двигателем. По заверению разработчиков, робот может работать с производительностью до 4 гектаров в сутки. При всем этом, благодаря искусственному интеллекту, агрегат способен распознавать новые сорта цветов всего за 48 часов. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередное интересное видео. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и предложите тему для следующего видео. До встречи!